Он, о котором мы поем песни, может всегда спасать приходящих через Него к Отцу. Он спасал тех, кто находился в самой глубине бездны, окованной скорбью в стране тени смертной. Он спасал там. Ничто не могло его остановить. Он спасал грешного человека с дурной репутацией. И кто бы мог подумать, этот начальник мытарей влез на смоковницу, и Господь спас его. Господь спас Петра, когда четвертый раз он оставлял путь следования за Господом. И вот тогда, когда он на море, и его лодка была переполнена рыбой, и он понял, что тот, кто стоит с ним, это Господь. Он спасал его на море в лодке. Он спасал Иону, когда тот бежал от своего служения, и он его достиг, когда он находился три дня и три ночи в очреве большой рыбы. Он сегодня в нашем собрании, и он точно такой же, он может спасать. Священное Писание, кстати, мы сейчас разбираем книгу Откровения по вторникам. И там есть такой текст в первой главе. И его узрит всякое око, и те, которые пронзили его. Нету такого народа, нету такого племени, которое бы не смогло встретиться с ними. Но есть разница, друзья. Можно встретиться с Господом на почве суда. И можно встретиться с Господом и быть спасенным. Зимой. Тогда, когда снег валил и противный холод сковывал движение, молодой парнишка, пятнадцати лет, шел к церкви, в которой проповедовал его дед и отец, но не мог добраться по причине холода. Продрогший, измученный, зашел в близлежащую по пути часовню и уселся на задней скамейке. А в это время случилось так, что пастора не было. И говорил человек, который должен был возместить больного пастора. И тот читал текст из Писания и обращался с призывом к людям. Воззрите, воззрите на него. А потом во время этого призыва, который он часто повторял в своей речи, он посмотрел прямо на этого паренька. И говорит, я вижу тебя в большой нужде. Посмотри же на него, посмотри. Ты должен увидеть. Ведь это так просто. Смотреть может и ребенок, смотреть может и старый, и смотреть может полный сил человек. Посмотри на него. Но, братья и сестры, с этого начиналась большая и славная жизнь будущего проповедника. Этим парнишкой был Чарльз Гадон Спержин. То, что сегодня мы отмечаем с вами, братья и сестры, мы чествуем Бога за его великую любовь. Мы чтим сегодня Сына, который достоин этой славы. Всякий, кто чтит Отца, должен чтить и Сына. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца. Это серьезный вызов сегодня. Он звучит для нашего собрания. Есть те люди, которые поклоняются Господу. Есть те люди, которые преисполнены хвалы Богу за его благодеяние к нам. И мое желание сегодня как раз об этом и говорить. Что сделал Бог, что сделал Сын, и что сделать можешь ты. Я и ты. Я себя не отрываю от этого. Братья и сестры, два места из книги Священного Писания, и мы станем с вами размышлять. Первое место послушаем записанное послание к Ефесянам, первая глава, с 4 по 6 текст. «Так как Бог избрал нас во Христе прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив, усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». Братья и сестры, второе место послушаем послание к Коринфянам. Второе послание, 9 глава, 15 текст. «Благодарение Богу за неизреченный дар Его». Когда мы с вами смотрим и читаем текст, мы сразу понимаем о том, что удивительные возможности, которые имеет Бог, Он их открывает и не прячет. И туда, куда не мог идти грешник, туда шел Спаситель. Для того, чтобы встретиться, для того, чтобы оставить след в жизни. И вот мы с вами прочитали такое удивительное место. «Он нас, Господь, облагодатствовал возлюбленным». Что это такое? Братья и сестры, несколько слов по этому поводу. Это значит «одарил». Сделал большой подарок в нашей жизни. Интересно второе значение. «Щедро обогатил». И четвертое выражение. «Ниспослал и осыпал нас дарами». Тогда, когда Господь отдал людям Сына Своего это сокровище. Нету превыше Сына. Нету ничего ценнее, чем Его благословенный, возлюбленный Сын. И Бог отдает Сына. Братья и сестры, никто Бога не принудил к этому. Все Евангелие жизни, оно говорит о том, что Господь посылает людям самое дорогое, что Он имеет. Как бы хотелось мне сегодня проецировать эти отношения и на нас с вами, чтобы и мы могли отдавать самое лучшее, что у нас есть, поскольку так Бог делится с нами, так Сын Его прославленный делится с нами, и нам необходимо так поступать в нашей жизни. Посмотрите, как Господь, заботясь о Своем народе, потому что они были в большой нужде, они были во грехах, но ни грех, ни их противление не остановили Господа. Написано, Господь посылал к ним Своих мужей с раннего утра посылал. Много посылал. Братья и сестры, посмотрите, как сказано в Евангелии об Иисусе Христе. Луки 20, 13. «Пошлю Сына моего возлюбленного». Посмотрите, этим людям, которые противятся Господу, Евангелие говорит, что Он посылает им Сына Своего возлюбленного. Луки 11, 49, написано, «Пошлю к ним пророков и апостолов, и они из них убьют, а других изгонят». Господь заботился о Своем народе. Почему Он посылал? Господь говорит в одной из притч, «Увидят Сына и стыдно станет». А какой страшный вывод сделали люди, которые хозяйничали, которые арендовали Божий виноградник. Они правильно увидели. Они говорят, «Это сын, это наследник. Убьем его, и наследство станет нашим». А хозяин виноградника жаждал плодов, и он посылал к ним своего сына, чтобы не случилось, чтобы устыдить их. Но они, не узнав его или отвергнув его, они его предали лютой смерти. Они поругались над Ним, они распили Его. Когда мы с вами читаем страницы Священного Писания, братья и сестры, одна вещь, которая должна сегодня быть в нашем разуме и в нашей памяти. Мы не заслуживаем любви Отца Небесного. Это не мы Его искали, это Он нас нашел, это ради нашего спасения. С Небес был послан Сын Божий, чтобы мы через Него могли вернуть то, что мы потеряли. Это назад, путь домой. чтобы мы могли иметь жизнь вечную, чтобы мы могли не погибнуть на путях наших. Вчера во время молитвы мы рассуждали о пророке Исаии. Там написано, каждый совратился на свою дорогу. Это сегодня наша с вами жизнь до встречи со Христом. Не так ли? Мы шли своими путями, как русская пословица говорит, всяк по-своему, да никто по-божьему. Кривые пути, грешные пути, безбожные пути это часть нашей жизни. И тогда Господу угодно было возложить грехи всех нас на Него. Братья и сестры, сегодня Андрюша как раз говорил о том, что Бог встречался с человеком. Бог выходил навстречу грешнику и там, где было нечистое место, там совершалась очистительная жертва. Люди обретали и находили дорогу домой, но только потому, что был Сын, который исполнял волю Отца Небесного. Братья и сестры, мы читаем 3.16 Иоанна, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Братья и сестры, это Божье решение, это Бог выступает инициатором спасения грешного человека, это Он возлюбил нас, не мы, люди, это сегодня наши сердца, Он исполняет любовью, которая заполняет нас до краев. Наши человеческие ресурсы, которыми мы обладаем, они так ненадежны, они так легко испаряются, легче, чем влага на наших руках, а вот то, что Бог Духом Святым передает нам от своего естества, оно любит, оно не устает. Братья и сестры, заметьте, что Он возлюбил мир, весь мир, абсолютно, не только сегодня Пенсильванию, но и Северную и Южную Америку, и Австралию, и Азию, и Европу, и Африку. Он любит весь мир. Интересно, еще одна особенность, Он любит грешных людей. Для этого Он пришел, чтобы спасать. Мы с вами в этом тексте читаем о том, что Бог во Христе Иисусе облагодатствовал нас, щедро одарил нас своими дарами. И посмотрите, что Он преследует, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Братья и сестры, мы смотрим о том, что Бог своих возможностей не ограничен. Он начинает свое действие спасения в Иерусалиме за стенами этого святого города, который стал обителью воров и разбойников. А потом в Его круг интересов ходит весь мир. Это обязывает нас сегодня думать о том, что Бог нам дал ноги, руки, глаза, и эту весть о победе Господня Сына мы должны с вами понести дальше в этот народ. Но, заметьте, третью особенность здесь есть. Это глубина Божьей любви. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Братья мои сестры, эта глубина Божьей любви, она измеряется жертвенной отдачей Бога Отца. Братья и сестры, посмотрите, как в послании к римлянам в 8 главе сказано об этой любви. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал его ради всех нас. Это как раз говорит о том, первое, что мы здесь видим, мы видим очень удивительную и великую любовь Бога Отца к падшему творению. Это к нам с вами, братья и сестры. Второе, что мы здесь должны увидеть, это свою отчаянную нужду, как грешники, потому что мы без надежды на спасение, мы отторгнуты от жизни Божьей во Христе Иисусе, но состояние этого удручающего состояния не останавливает Господа, потому что Он силен спасать нас. Заметьте, в этом даре мы еще видим глубину Божьего прощения. Он предал забвению наши грехи. Мы с вами читаем, Он предал твои преступления забвению, потому что они до сегодняшней встречи у тебя были. А вот посмотрите, как апостол Петр об этом, апостол Павел пишет об этом в послании к римлянам в пятой главе. Мы с вами читаем, ибо Христос шестого текста, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведников, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос Иисус умер за нас, когда мы были грешниками. Посмотрите, это Божье прощение, это Божья милость, явленная нам, и поэтому, когда мы смотрим сегодня на эти моменты, давайте подумаем о том, что Сын должен был занять наше с вами место, мое место и твое место, дорогой друг, занял Иисус, чтобы по благодати Божьей ему вкусить грех за всех нас, за меня и за тебя, за людей, которые сегодня находятся здесь, или за пределами нашего молитвенного дома, или живут во всех отдаленных уголках нашей необъятной планеты. Братья и сестры, Бог любя человека прощает его грех. Братья и сестры, что совершает Сын? Братья мои и сестры, когда мы смотрим на свершение Сына, мы видим о том, что Он это сделал добровольно, не по принуждению. Опять же, если мы с вами смотрим сегодня на послание к Ефесянам, и мы смотрим в пятой главе, здесь написаны следующие слова, первый и второй стих, «Подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас, в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». «Предал себя за нас, в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». «Всякий человек, который имеет Сына, он имеет жизнь вечную, не имеющий Сына, не имеет жизни вечной, но гнев Божий пребывает на Нем». Иисус Христос пришел для того, чтобы взять на Себя грехи всех людей. В Нем осуществилось извечный план Бога Отца по спасению нас, грешных людей. Посмотрите, как об этом написано в Евангелии от Иоанна в 10 главе 17 и 18 тексты. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто отнимает ее у меня, я сам отдаю ее. Имею власть отдать, и власть имею опять принять ее. И эту заповедь получил я от Отца моего». Братья и сестры, чего стало это решение Сына Божьего для Него самого? Что Он перенес от грешных людей? Вот некоторые моменты, которые говорят о том, что мы сделали с возлюбленным Божьим Сыном. Бог отдал Сына в руки человеков грешных. Братья и сестры, Евангелист Марк 10, 34 написано, Иисус Христос говорит своим ученикам, поругаются над Ним, будут бить Его, оплюют Его и убьют Его. Евангелист Матфей говорит нам, передает слова Иисуса Христа и предадут Его язычникам и поругаются над Ним и будут бить Его и распнут Его. Евангелие Лука 18 глава передает содержание слов Иисуса Христа. Предадут Иисуса язычникам, поругаются над Ним, оскорбят Его, оплюют Его. Сегодня брат читал нам Евангелие Евангелистов и послание евреям с 12 главы. Посмотрите, как написано в 12 главе такое поругание, помыслите перед тепешим, такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть. Братья и сестры, поругание это самое страшное нанесение ущерба репутации и личности. Оно сопряжено с кощунством, с поношением, со злословием, с бесчестием, позором и срамом. Это Господь, возлюбленный Божий Сын на кресте терпел не за свои провины, а за наши грехи, за наши беззакония. Братья и сестры, посмотрите, разве это сегодня не поругание? Его схватили, его связали, его били, на него плевали, его судили без суда, его ночью схватили. Он лишен был справедливой защиты, никто не встал на его защиту, а он был нем перед своими истязателями, братья и сестры. Почему он это делал? Ради нас. Господу угодно было поразить его, и когда его душа принесет жертву умилостивления, пророк Исаия говорит, он увидит наследие, которое растет. Братья и сестры, посмотрите, когда мы смотрим с вами на страницы Священного Писания, мы читаем о Господе вот какие слова, третья глава. Ибо как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесен сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Братья и сестры, вознесен быть сыну человеческому. здесь имеются две очень ярких детали. Первое, это он говорит о своем распятии. Должны быть его прибиты, он должен быть распят на древе. Апостол Петр говорит, он грехи наши пригвоздил к древу, ранами его мы исцелились. Братья и сестры, мы когда смотрим на эти тексты Священного Писания, без креста, без страданий не было бы прощения наших грехов. Страданиями он открыл нам доступ к Отцу Небесному, он проложил этот мостик от страдающей грехом планеты в вечной обители своего Небесного Отца. Благодаря Ему крестной смерти мы имеем сегодня возможность быть детьми Божьими усыновленными. Как мы с вами прочитали первую главу послания к Ефесянам, он замыслил еще прежде создания мира усыновить нас, как детей возлюбленных. Братья и сестры, подумайте об этом. Я когда читаю слова эти, они вызывают во мне умиления. Посмотрите, это он говорит тогда, когда он еще находится в горнице с учениками, но он говорит о том, что как смотрит Бог и как он смотрит на нас с вами, на наши немощи. Ведь он знает все, он видит все, ему нет нужды сегодня слушать кого-то, как мы думаем друг о друге. Вот посмотрите, 17 глава, 23 стих. Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Братья и сестры, это тайна, которую Господь открывает сегодня нас, что мы возлюблены Божьи ради Христа. Он любит нас, потому что мы любим Сына Его. Любишь ли ты сегодня Его Сына? Что сегодня хочет Бог от нас с вами? Когда мы посмотрели на любовь Бога Отца, когда мы посмотрели, что сделал Бог ради нашего спасения, Он зашел на крест. Отдать самого себя, положить самого себя на этот жертвенник. Я знаю, иногда мы встречаемся с людьми, и люди говорят, у меня не получается. Я хочу быть на этом жертвеннике, но у меня желания мысленные, и мои практики расходятся. У меня получается не то, что нужно. Я знаю эту проблему. Я не раз ее испытывал в своей жизни, что нужно сделать изгнать, ветхого Адама, прогнать из нашей жизни Измаила, потому что тот, кто рожден по обетованию во Христе, он не может быть вместе с плотским Адамом. Измаил должен быть отлучен, изгнан. Только там, когда мы его отлучим от своего общения, он увидит Господа, он начнет взывать, он откроет для себя источники в пустыне, но пока он с нами, в нашей жизни, у нас никогда не получится богоугодной жизни. Мы всегда будем проваливать экзамен. Поэтому только тогда, когда мы разрываем с нашим плотским Адамом, братья и сестры, мы способны лечь на Божий жертвенник. Да поможет сегодня нам Господь сделать это решение. И пусть в этом имя Господа будет прославлено. Аминь.